Снегопад Вывезли 3600 кубических метров снега, но снег продолжал идти и ночью, сейчас подстихнет поток автомобилей часам к 11, будем выводить опять коммунальные дорожные машины, расчищать дороги и посыпать их противогололедным материалом. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу МЧС России Сергей Дешкин доложил об еще одной проблеме, с которой могут столкнуться экстренные службы в ближайшее время. К концу недели планируется понижение температуры, в связи с этим прогнозируется увеличение роста числа пожаров в связи с тем, что люди будут больше использовать электрообогревательные приборы, печи топить более сильно, поэтому просим усилить профилактическую работу среди населения. Начальник управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации округа отчитался о проведении масштабного парада Дедов Морозов, который прошел от Советской площади до кинотеатра «Искра». Они искренне остановились, они прошли по всем нашим остальным точкам, да, и фотоотчет показывает, что жителям очень понравилось, очень много народу собралось. Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Осанов рассказал, что резко вырос уровень простудных заболеваний. В связи с этим медицинские учреждения округа работают в усиленном режиме. Ежедневно отмечается двукратное увеличение вызовов в сравнении с плановым режимом. Мы предпринимаем необходимые мероприятия усиления сил и средств для недопущения длительного ожидания врача. На сегодняшний день срок ожидания не превышает 24 часа. Начальник отдела образования Наталья Киселева отчитала, что на прошедшей неделе во всех учебных заведениях округа прошли мероприятия, посвященные битве под Москвой. 6 декабря более тысячи будущих выпускников примут участие в итоговом сочинении. Упомянула она и о недавнем снегопаде. Особое внимание мы сейчас уделяем состоянию территории и кровли. Подходы к школам и детским садам почищены. В течение недели в связи с погодными условиями будем продолжать эту работу. В заключении совещания временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин обратился к собравшимся с призывом быть более чуткими к запросам местных жителей. Стандартный ответ мы даем. Если нет техники в вашем дворе, то значит, что она вверх в другом месте. Ну, примерно что-то такое звучит. Стандартный ответ – вещь хорошая, но жителю они не нужны точно. Особенно, когда, если речь идет о запросах в данном конкретном случае по Солнечному, был там, где не мог выехать в инвалидных колясках. В этом отношении обратите внимание, чтобы беспромедлительно решались вопросы такого формата. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Видное ТВ.